Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа. Сегодня в пресс-центре «Спутник Южной Осетии» проходит пресс-конференция главы ГУБ «Водоканал Южной Осетии» Ивана Сиукаева по вопросам с водоснабжением Республики. Наш гость сегодня расскажет об основных мероприятиях по линии водоснабжения столицы и районов Республики, в том числе и тех, которые запланированы в рамках инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию Южной Осетии Российской Федерации». Иван Сасланович, добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. И для начала мы вас спросим о том, как устроено водоснабжение в целом нашей Республики. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, коллеги. Еще раз расскажу. Наша организация ГУБ «Водоканал Южной» является достаточно молодой организацией. Она была создана в 2010 году. Коллектив у нас достаточно молодой. На сегодняшний день город Цхимвал обеспечивает водой двумя водозаборами. Первый – это Эдисский водовод, который был построен в 80-е годы. С головным водозаборным сооружением в районе населенного пункта Эдис. В районе села Эдис. Есть еще два вспомогательных водозабора. Ход с Кабуста и непосредственно Кабуста. Головное водозаборное сооружение представляет собой водозабор каптажного типа. То есть забираются подземные источники. Ход с Кабуста – это тоже подземные источники. И были еще подключены вспомогательные водозаборные сооружения на реке Бердадон, которые на сегодняшний день не эксплуатируются. Потому что эти источники являются открытыми источниками из реки. И вода в них не очищается. Соответственно, было принято решение об отключении этих водозаборных узлов. Второй водовод. Протяженность Эдисского водовода у нас порядком 61 километра. Трубопровод проложен по сложному рельефу. Где-то пересекает русло реки, где-то проходит и подъем на гору. С учетом больших перепадов высот по трассе водовода обустроены 4 разгрузочных резервара для того, чтобы понижать давление в системе. Ни одна труба не выдержит такие перепады давления, если таких гидротехнических сооружений не будет по трассе водовода. Вторым водоводом суммарный дебет Эдисского водовода. Но так как это подземные воды, все зависит от перепадов температур. То есть, если минусовая температура, соответственно, таяния нету, объем воды поступаемый в город уменьшается. Час-пик у нас, то есть максимальный объем водозабор, когда дает, это у нас август месяц, август-сентябрь. Второй водозабор, это у нас Вананский водозабор, относительно недавно построен. С общим объемом дебета воды порядка 16 тысяч кубов. Из этих 16 тысяч кубов порядка 4 тысяч кубов уходит на село Дменис. То есть, от 12 тысяч кубов у нас приходит в город Схимвал. Порядком протяженность трассы водовода составляет 16 километров. Непосредственно над городом, на возвышенностях у нас расположены резервуары для хранения питьевой воды. Два резервуара у нас на Эдийском водоводе, суммарным объемом дебета воды 10 тысяч кубов. То есть, два резервуара по 5 тысяч кубов. И у нас в районе населенного пункта Приз у нас два резервуара по 3 тысяч кубов. То есть, суммарно в запасе воды у нас бывает 16 тысяч кубов при полном наполнении данных резервуаров. Далее все от резервуаров протянуты. Город у нас поделен на три кольца. Это первое кольцо, северная часть города. Центральное, второе кольцо, это у нас центральная часть города. И третье кольцо, это ниже улицы Исака Харебова, южная часть города. От Эдийской распределительной камеры у нас протянуты до города три магистрали центральные. Два по 500 и одна 400 диаметра, которыми мы можем запитать любое кольцо. Два магистрали у нас протянуты от 12-го водозабора с подключением на пересечение улицы Осетинская и Московская. То есть, он подключается туда. Ну, вот так у нас на сегодняшний день мы получаем воду в городские сети. Спасибо большое. Давайте тогда поподробнее остановимся на водоводе Эдийскенвал. В рамках российской инвестиционной программы планируется в этом году начать реконструкцию вот этого магистрального водовода, что позволит, по информации СМИ, позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение города. И близ лежащих населенных пунктов. Вот программа реконструкции рассчитана на пару лет. И какие работы предполагается в этом году провести? Начались ли они уже? Они начнутся у нас ближе к концу мая. Почему ближе к концу мая? У нас это высокогорный район, и сейчас там проходят осадки. В некоторых местах у нас еще лежит снег. Вчера буквально мы бы прошли про трасси водовода, посмотрели те участки, которые мы хотим начать, и когда мы приступим. К концу мая мы должны приступить уже к этим работам, что предполагается сделать в рамках реконструкции. Первым, то, что мы хотели увидеть первоначально, и это самая острая проблема, это увеличение объема поступаемой воды. Были проведены комплексные обследования всех сооружений каптажного типа. Дополнительные рядом источники еще находятся. Но чтобы подключить дополнительные источники, нам надо профиль трубы поменять, чтобы данные источники подключить. На данный момент они не подключены. Данное мероприятие в рамках проектных изысканий было проведено. Все наши хотелки, которые мы видели для того, чтобы обеспечить круглосуточным водопотреблением наш город, и населенные прилегающие пункты тоже снабжаются от идиского водовода. Это вся трасса прохождения, трасса Кавказской магистрали, такие населенные пункты, как Джау, Хце, Багиата. То есть все эти люди запитаны от идиского водовода. Что предполагается в рамках реконструкции данного объекта? Предполагается замена всех аварийных участков. Как мы видели в прошлом году, эта проблема у нас возникла. Проблема у нас в прошлом году были три большие аварии, которые мы своими силами устранили. На момент устранения аварии, к сожалению, город испытывал нехватку воды, работал только в Анатский водозабор. Все эти 10 участков будут поменены и будет положена новая труба. Дальше, 8 каптажных сооружений, о чем я озвучивал, для обойма воды. Новые источники, которые у нас будут подключены. Разгрузочные резервуары, которые были построены в 80-х годах. Они тоже будут заново заливаться бетоном. Соответственно, эти два разгрузочных резервуара тоже будут заново заливаться. Соответственно, вспомогательные водозаборные сооружения, кабуста ХОЦ и ХОЦ-ЭДИС, протяженностью 12 километров, полностью будет поменена труба с устройством новых головных водозаборных узлов. Все. И вплоть до запорной арматуры. То есть там все будет новое. Спасибо большое. Означает ли это, что могут быть перебои с водоснабжением республики? На момент строительно-монтажных работ мы предполагаем работы провести следующего характера. То есть мы поменяем все аварийные участки, то есть проложим новую трубу. И чтобы каждый раз не отключать воду, каждый раз не отключать воду, вот мы 5 участков построили, отключили на один день, да? И все 5 участков, чтобы в один день переподключили. Ну, максимум на 2 дня. В рамках, то есть чтобы мы рассматриваем сейчас вопрос того, чтобы даже не было этих перебоев, через месяц к нам приезжают гидрогеологи из Российской Федерации. Мы хотим на северной окраине города, Скимвал, предусмотреть скважины. То есть этот вопрос мы прорабатываем. Там есть водоносный горизонт, при котором мы можем в случае отключения от идийского водозабора для проведения работы отключить воду, чтобы мы закачали воду со скважин, чтобы город Скимвал на время данных работ не оставался без воды. То есть эти скважины могут полностью... Полностью они не заменят, но хотя бы 2-3 часа утром и вечером мы ему сможем подать воду, и такого не будет, что вообще нет воды. По завершению ремонтных работ на водоводе насколько увеличится объем подачи воды? Порядка 15 тысяч кубов. Это много? Это очень много. Спасибо большое. И такой еще вопрос финансового характера. Вы уже знаете, сколько заложено на эти... На два года порядка 330 миллионов. 334. Спасибо. На два года. В этом году объект... Когда начинается строиться объект, это бывает... Ну, первые месяцы, ну, первые годы это бывает трудно, потому что с учетом высокого горя, это перебазирование техники, обустройство жилых зон для рабочих. В этом году у нас порядка 127 миллионов. И еще такой вопрос, который волнует население. Как проходит водоподготовка? Расскажу об водоподготовке. То есть у нас непосредственно перед резервуаром и что населением пристуно в дубовой роще находятся две электролизные установки. Что собой представляет электролизная установка? Это выработка гипохлоридом путем электролиза. И с учетом, там стоят дозаторы, мы дозируем воду от объема поступаемой воды. У нас водомерные узлы находятся как на... В Банатском водозаборе, так и на Эдисском. То есть то объем, количество воды, который к нам поступает, мы видим это и, соответственно, дозируем на тот объем, который к нам приходит. К сожалению, у нас северная часть города, это районы, московский микрорайон, солнечный, БАМ, и часть улицы 8 июня, они напрямую подключены к Эдисскому водозабору до электролизных установок. Что предпринимается для того, чтобы устранить эту проблему? В рамках реконструкции Эдисского водозабора, Эдисских водозаборных сооружений, заложена реконструкция существующей электролизной установки, существующей хлораторной станции, которая у нас была на пикете 1280. Это район Жумахского моста. Там есть здание, раньше это была хлораторная установка. Там будет строиться новая электролизная установка. Для того, чтобы уже первая раздача воды начинается именно оттуда, с Эдисского водозабора. То есть, чтобы все прилегающие населенные пункты, которые у нас расположены на пути прохождения трассы Эдисского водозабора, они уже получали обеззараживанную воду, то есть очищенную воду. Там будет строиться у нас электролизная установка. И этот вопрос мы проработали тоже в рамках этого проекта. Спасибо большое. Ну, перейдем тогда к водоводу Схинвал-Хитагурова. Водоканалом в рамках инвестиционной программы на 23-25 проводятся строительно-монтажные работы на водоводе Схинвал-Хитагурова. Работы начались уже в прошлом году. Мы там были тоже. И что удалось сделать, какие работы предполагаются в этом году и сколько средств доложено на этот проект? В прошлом году мы выполнили работы полединения части, то есть укладка трубопровода. На этот год у нас осталось смонтировать насосную станцию и, соответственно, установить запорную арматуру на трассе прохождения трубопровода. Там есть и задвижки, и сливные камеры, и вантуса для выпуска лишнего воздуха и системы, так как это насосная станция. Работа на сегодняшний день у нас продолжается по установке запорной арматуры. Мы его до 10-го числа все установим. По насосной станции. Насосы у нас уже здесь. Монолитный бетон, который у нас под основанием насосной станции, он уже залит. Каркас насосной станции, он у нас здесь. И до 10-го числа мы ждем еще сендвич-панели. И до конца месяца мы должны запустить этот объект. Прекрасная новость. Что это даст? Во-первых, у нас трасса прохождения трубопровода проходит так, что это два больших населенных пункта. Это первый Табет, второй это Цунар, Хитагурово. Что это даст? На сегодняшний день, насколько мне известно, село Табет ощущает очень-очень нехватку дефицита воды. Это раз. Хитагурово. Та трубопровод, который к ним проложен диаметром, по-моему, 63, не знаю, тоже насосная станция. У них вода поступает, по-моему, по графику сутки через двое. Насколько я знаю. Данный водовод должен был быть построен в 2025 году. Только после завершения реконструкции дискового водозабора. Мы увеличиваем воду, соответственно, у нас вода появляется и даем другим районам. Но, учитывая то, что это еще два года, и наш народ нуждается в этой воде, было принято решение правительством нашим, что данный водовод надо построить и перевести его на график. То есть подача будет происходить утром в 4 часа и вечером в 4 часа, чтобы хотя бы люди в сутки два раза получали воду. Спасибо. После завершения работ по едийскому объекту, по едийскому водозабору, данный объект, то есть водовод Хитагурово, перейдет на круглосуточный режим работы. Спасибо. Но вы еще отмечали то, когда мы были как раз на обновлении поездки, вы отмечали то, насколько важно перекрывать воду, если она не нужна. Это мы уже озвучивали, так что народа довели. Будем информировать наше население и информационную беседу вести. Так что... Хорошо. Ну перейдем тогда к водоводу Ванат Схенвал. Резервный водовод Ванат Схенвал был введен в эксплуатацию в 2021 году для решения проблемы нехватки питьевой воды в Схенвале. Справляется ли водовод с обеспечением Схенвала достаточным объемом воды? Или все так же у нас как-то по графику? Ну вода у нас всегда была по графику, начнем с этого. Но тот промежуток времени после подключения Ванатского водозабора, то есть когда у нас, я думаю, и старшее поколение помнит, какие у нас были, и мы с вами помним, то, что какие у нас были проблемы, то, что сутками не получали воду, решила, частично решила процентов на 70. Вопрос он решил, то есть непосредственно центральная часть города уже была запитана от него, и этот вопрос решил. Но, как видим, мы это решил частично, давайте скажем, как оно есть, и для чего мы увеличиваем объем воды, который будет в рамках индийского водовода. То есть 10-15 тысяч, которые мы и заберем, этого уже должно быть сполна хватит для того, чтобы обеспечить его круглосуточным. Наш город любит его круглосуточным водоснабжением. Притом у нас будет работать электролизная установка, и все водозаборные сооружения, которые будут, они будут обновлены, соответственно, попадание туда талых, вот, и вот во время таяния, то есть это уже порядком будет исключено. Спасибо большое. Иван Сусланович, Югасет-Потребнадзор, который занимается исследованием воды, потребляемой жителями, отмечал необходимость правильной работы очистных сооружений. Очистных сооружений какие-то? Очистные сооружения у нас есть и на хозь бытовой канализации, и очистные сооружения, что собой подразумевает очистка воды. То есть та вода, которая к нам поступает с Сидийского, Звановского водозабора, это подземные источники, то есть необходимости в ее очистке, там необходимо просто предусмотреть или отстойники, которые, ну, разгрузочный резервуар, то есть каждая вода подземная все равно несет какие-то частицы песка, чтобы улавливать вот эти частицы песка. Наши, вот то, что я ранее озвучивал, два разгрузочных резервуара, они будут выполнять эти функции. Эти функции. Далее у нас должно происходить хлорирование воды, то есть электролизная установка для чего нужна, чтобы довести воду до... Самый главный анализ – это бак-анализ, бактериология. Чтобы довести его до норм сампина, соответственно, его надо подготавливать, обеззараживать. И вот эта электролизная установка, она до этого и будет служить. Но на сегодняшний день вода как очищается? Вода дозирует, то есть я, как ранее сказал, две электролизные установки, которые у нас находятся перед резервами, они работают круглосуточно, мы там какие-то работы еще провели года полтора тому назад. Мы сейчас дозируем воду, стараемся довести ее до норм сампина. Но та часть города, которая у нас снабжается поэдийскому водоводу, ну, конечно, там есть проблемы, и сам сампин ее ни разу отзвучил. Но мы тесно с ними взаимодействуем и стараемся не допускать этих моментов. Спасибо большое. И такой еще вопрос. В прошлом году в СМИ появилась информация о планируемом ремонте Зунгарского водохранилища. Из 10 шлюзов плотины ни одного нет работающего. Что собой представляет... Спасибо за вопрос. Что собой представляет Зунгарское водохранилище? Зунгарское водохранилище — это второго класса гидротехническое сооружение, состоящее из перегораживающего сооружения, земельное насыпное с устройством плитного крепления. На данной плотине два водовыпуска. Один ирригационный, а другой — паводковый водосброс. Шахтный туннель. На момент обследования данного гидротехнического сооружения ни один шлюзрегулятор не работал. И для чего необходимо было выполнить эти работы? В случае каких-либо аварийных ситуаций необходимо было регулировать поток воды для предотвращения таких последствий. Соответственно, мы не могли это делать, потому что они были не в рабочем состоянии. На сегодняшний день полностью ирригационный водовыпуск, работы по нему проведены. Все 10 задвижек мы поменяли, редуктора поставили. У нас там осталось провести работы по укреплению бетона, ограждения, установка видеокамер, видеонаблюдения и электрическую часть мы будем сейчас еще доделывать. То есть мы уже не боимся прорыва плотины. Все в порядке. Все в порядке. Вы слышали, да? Все в порядке. Все в порядке. Суммарный объем водохранилища, чтобы вы для себя понимали, порядка 39 миллионов кубов. Это 4 раза больше, чем Зарамакское водохранилище. 4 раза больше. Я вам все разнообразно. Впечатляет. И вот такой вопрос. На какие средства вы поменяли? В рамках содействия экономического развития и инвестиционной программы. Спасибо большое. Ну что ж, коллеги, наша пресс-конференция подошла к концу. Всем спасибо и до новых встреч.